Всем привет! Добро пожаловать на канал ProgBlog. Меня зовут Виктория Бородина и сегодняшний выпуск я хочу посвятить одному из самых востребованных языков. Мы поговорим о Python. И поможет нам разобраться в этой теме Станислав Ступников. Буквально через одну минуту мы выйдем с ним на связь. Он является Python-разработчиком Mail.ru Group и также преподает курс по Python в компании Otus. Ну а сейчас самое время подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Впереди много интересных историй. Ну а теперь на связи Москва и Станислав Ступников. Привет, Стас! Привет, Вика! Спасибо, что откликнулся на просьбу дать интервью, поделиться своим опытом. И, конечно же, первый вопрос, который я обычно задаю, это путь в IT-индустрию. Как он у тебя произошел? Ну, путь — это дело такое. На самом деле, никогда не знаешь, где он начался. И всегда надеешься, что... Ну, в данном случае, наверное, надеешься, что он не закончился никуда. Только где-то на какой-то его части определенно стоишь. Я, наверное, в отличие от многих людей, не то чтобы с детства прям увлекался программированием, потому что у меня есть товарищи, которые прям... Вот я знакомый, который прям игры для Дэнди хачил, там что-то такое делал свое, что пытался написать. У меня такого не было. У меня было такое достаточно бывательское, да, определенного периода знакомства с миром электроники и тому подобным. Все как-то более-менее завертелось и стало на какое-то хоть приближенное карьере русло, когда я поступил в университет, потому что до университета было все же непонятно. Школьные годы, они такие чудесные, что ты ничего не знаешь, что хочешь. Вот, потом поступаешь в университет, как-то определяешься с тем, что тебе интересно. Изначально мне было вообще интересно заниматься электроинженерией. Ну, у меня специальность такая, там, смесь электроинженерией и информатики. Я занимался этим, интересовался, пытался, но как-то меня это не очень зацепило. В основном мне зацепило отсутствие обратной связи. Ты вроде что-то делаешь с точки зрения электроинженера, какой-то проект совершаешь, но тебе... Ты не можешь потрогать ничего руками и как-то так, демотивирует это немножко. Как отчуждение результата, собственно, труда, по Марксу. Потом, и вдруг, мне неожиданно, мой научный руководитель дал задание помочь дипломнику. Я не знаю, почему я должен дипломник помогать на каком-то там третьем курсе. С его научной составляющей нужно было там что-то в матлабе, в симуляцию какую-то сделать. Матлаб это, соответственно, такая среда для академического полупрограммирования. Сложно назвать ее прямо программирование, но все же. Там нужно было действительно взять какие-то данные, проанализировать их немножко, написать формул и оформить все это в некоторый интерфейс. Матлабе, благо, есть возможности. Достаточно просто сварганить какое-то окошечко с кнопочками, чтобы графики рисовались. Вот. Для того, чтобы это сделать, пришлось что-то читать. Для того, чтобы написать эти алгоритмы, которые тоже что-то делают, тоже пришлось что-то читать, потому что дипломник занимался какой-то другой составляющей своей работы. Я занимался его основной составляющей, почему. Вот. И так вот меня в это затянуло. Я там начал... Откопал первую книжку, в которой были описания всяких умных, которые тогда назывались алгоритмы, collective intelligence, алгоритмы на питоне они были. Ну, потому что на Матлабе что-то сложно найти вообще, говорить не язык программирования. И вот, начал с этого читать, интересоваться. Мне просто понравилось, исходя из того, что, как я уже сказал, сразу получаешь какой-то фидбэк на то, что ты делал. Бас, что-то там написал, у тебя какие-то кнопочки появились, что-то натыкать можно, какие-то графики, уже прикольно. Ну, и решил, что поскольку электроинженерия что-то не заходит, я решил попробовать вот эту информационную составляющую зайти. Начал изучать в этом направлении. Ну, а с мотивацией у меня тогда все было хорошо, поэтому я начал развиваться в этом направлении, нашел какие-то курсы. Сам онлайн-курс не наши, ну, хотя и наши тоже проходил, но все же сначала это были MIT-шные курсы, Массачусска, значит, это... Начал их изучать, и так понемножку стал что-то программировать. Следующий, ну, это вот как бы, как Бэтмен-начало, вот это вот вступление. Потом следующая какая-то точка основной была то, что у нас появился... Ну, даже следующая основная точка появилась то, что мой научно-реководитель заметил эту деятельность, дал мне какое-то более конкретное задание. В частности, у нас на кафедре есть всякие взаимодействия с другими государственными структурами, мы выполняем там для них контракты, что-нибудь полезное делаем, что попросим. И в том числе там нужна была какая-то аналитическая деятельность и программистская тоже. Ну, потому что уже как бы... Уже тогда был 21 век, все хотят какую-то программу, если не мобильное приложение, которое что-то делает. Вот мы с товарищами этим занимались, что-то программировали. У меня мой одногруппник занимался более такой низкоуровневой, вирусно-направленной составляющей, ну, анализом имена. Я вот аналитический какой-то составляющий. Потом у нас, как следующая точка, появился в Бауманке вот этот проект Мэлру плюс МГТУ имени Баумана, Технопарк. И, собственно, это был первый набор. Тогда еще приехал вот Гришин, когда он был директором Мэлру, рассказывал о том, что у нас классно, как я вот в Бауманке учился, и вот хочу вас всех поднять с колен в плане айтичного образования, скажем так. Ну, я уже, ну, тогда, ну, активно тогда всяким вот этим интересовался. Уже сам не один курс прошел. Меня, конечно, заинтересовало, потому что, понятное дело, что когда приходит крупная компания, обладающая достаточно большим опытом, группа не воспользовалась возможностью. Там, ну, я пришел на первый набор. Первый набор был совсем не то, что сейчас. Там было, собрали огромный актовый зал, там раздали какое-то в виде полуинтервью, полусобеседование листочками, так или иначе, очерчная часть была там. Потом была, но потом какие-то вопросы нужно было ответить более-менее технически, более-менее инженерно-технически, то есть просто придумай что-нибудь. А потом была еще очная составляющая, которую я прошел и, очевидно, понравился своему будущему руководителю, который вот, у кого я проходил собеседование точной части, тот меня потом и вдруг неожиданно взял на работу, мне позвонил. И чар из Mail.ru и сказал, что вот, Стас, знаешь, вот ты так понравился своему руководителю, ну, буду этому, собеседующему, что он, в принципе, готов попробовать взять стажера. Насколько я знаю, но я не уверен, что это так, то есть спекуляция в некотором смысле, это, ну, по крайней мере, по технопарковской программе я был первый стажер, а уж вообще Mail.ru я не знаю, наверное, стажеры тоже были какие-то, но такое. Вот так я поступил на работу, то есть я совмещал учебу в универе, учебу технопарки и работу в Mail.ru, то есть я занимался тем, что... Там работал на проекте Автомейл.ru и программировал совсем не на Python, я программировал на Perlet. Тоже был такой своеобразный опыт интересный, но поскольку Perlet мне пришлось бы с нуля как бы что-то там про него узнать, ну, не фанат я этого языка, скажем так, поэтому через некоторое время я пришел на проект уже специфичный Python проект, это было дети Mail.ru. И мы вдвоем с коллегой, как говорили, все делали детей. Вот. После этого настал тот момент технопарки, у нас начался курс по высоконагружным проектам, его ввел и ведет сейчас мой руководитель нынешний, Саша Быков, и вот тогда мне... Ну, это меня тогда и интересовало, в принципе, и сейчас интересует, но тогда вот прям я был очень приятно удивлен таким курсом, потому что таких курсов в эквивалентах нет вообще в природе. Я же до этого делал какой-то ресерч на эту тему, сам пытался какие-то курсы проходить, ничего похожего не было. Меня очень заинтересовало, я там общался с Сашей и все такое, и спросил, могу ли я пройти к ним там постажироваться. Ну, сказали, ну, давай. И я перешел туда, и с тех пор, в принципе, там работаю программистом. Следующий, ну и последний вот точки, это когда я одновременно практически с этим стал преподавать технопарки, помогать, ну, ассистентам преподавателя по базам данных. Я там веду какое-то количество семинаров и еще парочку лекций, которые тоже в записи есть. Ну, и вот самая последняя точка, это, наверное, переход... Ну, это не переход, а еще одна работа, теперь я преподаю еще и в ботусе Python. В общем, одним словом многостаночник, да, но все темы в отдельности интересны, и преподавание, и прочее. Я услышала два языка программирования, но я знаю, что в твоем арсенале их больше. Расскажи, что это за языки в первую очередь, и как они приходили в твой арсенал? Ну, арсенал программистов по поводу языков, это всегда дело такое, то есть ты когда только начинаешь программировать, ты очень следишь за этим, что, о, я вот, не знаю, программировал 10 строчек на этом, но теперь все, можно резюме написать, что действительно было. А впоследствии, когда ты в профессиональном плане растешь, ты понимаешь, что это такие условные вещи, что поскольку все языки, ну, как с технической точки зрения, и Тюринг совместимы, ты можешь на чем угодно программировать, там, как в Бауманке классический анекдот, типа, экзамен сдавать, пойдем, пойдем, готовился, нет, методичка есть, есть, пошли. Ну, вот здесь то же самое, типа, если документация есть, пошли, можно писать на чем угодно, если захотеть, просто есть какие-то всегда предпочтения, они формируются. Некоторые предпочтения, вот как в случае с Пайтом, они формируются исторически, по большому счету, ну, тут есть историческая составляющая, потому что первый язык, который нормальный язык, матлаб не считается языком, это такой коллега, первый язык, который начал изучать, и которым начал пользоваться, тут смещается то, что, во-первых, он первый, естественно, первый незабываемый опыт, во-вторых, это, ну, сама структура языка, он такой приятный, в нем много, вот сахара синтактического, так называемого, которое улучшает его восприятие, и тебе приятнее вообще, в принципе, на нем что-то писать, что-то делать, вот, ну, и со временем-то он раскрывается, в некотором смысле, перед тобой до определенной степени. А потом ты, в последствии, пока начинаешь работать, или вот пока обучаешься, ты еще подхватываешь по дороге какие-то другие языки, какой-нибудь JavaScript, у тебя нет выбора не программировать или что-то не уметь на JavaScript, потому что вот весь этот ваш интернет, он весь в нем. Тут деться никуда нельзя. Потом вот Perl появился в результате того, что я начал, то есть сам бы я вряд ли начал Perl изучать. Ну, не хочу обидеть никого, кто любит Perl, но все же. Но вот в результате работы пришлось его осваивать. Язык тоже по-своему очень экспрессивный, но про Perl, на мой взгляд, ходит больше шуток, чем восхищение. С другой стороны, как говорит Бьерн Страуструб, есть два типа языков программирования. На одних все жалуются, а другими никто не пользуется. Ну, раз жалуются, значит, оно имеет какое-то место. А, да, ну, конечно же, нельзя не упомянуть и такие языки, которые ты проходишь в университете. У нас там был Паскаль, сейчас уже вряд ли кто-то из студентов знает такие слова страшные, как Паскаль. Ну, и, естественно, там было C, C++ в какой-то степени, не в той, которой, впоследствии я понимаю, не в той, в которой хотелось бы, но все же оно было знакомство хотя бы базовое, какое-то произошло. Ассемблер, если это можно назвать языком, ну, это такой, скажем, набор инструкций машинных, мы там немножко потыкали во внутренности того, что происходит в компуктере. Ну, и последнее, это все оставшиеся, это какие-то рабочие вещи, которые я уже в текущем проекте подцепил, отчасти по необходимости, отчасти потому что, отчасти по любви некоторые, опять же. Есть брак и по расчету, есть по любви. Вот здесь то же самое, есть языки какой-нибудь типа Луа, который ты вынужден изучать, несмотря на то, что не все особенности. Мне нравится, потому что он везде встраивается. Он такой маленький, компактненький, его можно в кофебарку запихнуть, в утюг, можно вот в веб-сервер или в базу данных. Есть современные, модные, стильные, молодежные, сексуальные, горячие языки типа Go. Все на них программируют на Go, и мы тоже какое-то время начали. Ну, и Go, конечно, действительно такой классный, на нем приятно программировать. Из веб-таксинала, наверное, нельзя включать то, что просто пробовал когда-то там приграться. Я думаю, каждый программист, тот, кто не увлекся этим, хотя бы пробовал поиграться с каким-нибудь Haskell, с Clojure, еще с чем-нибудь таким, с функциональным или не с функциональным. А, ну и в плане Технопарка еще Ява была. В принципе, это, наверное, то, где максимумно я ее программировал с Технопарка. Там с тех пор проходилось по работе правозадачно эту тему решать, но там такое на донышке Ява программирования было, не считается даже. Вот, наверное, весь этот рассказ. Да, ну я насчитала где-то с десяток, так или иначе. Твое мнение. Вообще, зачем знать несколько языков программирования? И что лучше, знать несколько разноплановых языков на неплохом уровне или один, но глубоко? Тут сразу мне вспоминается, по крайней мере, я на одной конференции был, на Яндекс-конференции был, и там товарищ один очень радовал за то, что программисты должны изучать языки программирования разные. В принципе, он не единственный придерживаться такого мнения. Есть когорта товарищей, которые считают, что программисты обязаны, ну не обязаны, конечно, но все же желательно изучать какие-то новые языки. При этом это действительно разноплановые языки должны быть. Вот вы императивные посмотрели, вот декларативные, вот функциональные. Это программируя вот в этих языках, ты неизбежно пользуешься разными парадигмами какими-то, и неизбежно у тебя расширяется мышление, то есть расширенное состояние сознания. Входишь, понимаешь, о, можно было сделать и так, можно и эдак и тому подобное. То есть, да, я считаю, что полезно и необходимо осваивать что-то новое, исключительно для того, чтобы себе в тулбокс свой набор инструментов вкладывать какие-то новые штуки и потом их использовать. Не то чтобы каждый раз выдается возможность всеми молотками постучать по всем гвоздям, это обычно какой-то молоток один любимый. Это опять же к ответу на вопрос, как лучше изучать. Но это также как с другими сферами жизни, то есть что мне изучать, разные сферы программирования или одну конкретно сильнее, а все понемножку, или вот все вглубь изучать. Это можно сводить к задаче компьютер-сайенс классической, обход графа, то есть вы обходите граф либо ширину, либо глубину. Наверное, сейчас самый, ну, такой правильный подход с точки зрения очень широкого спектра технологий и всяких направлений, которые существуют, это такая буковка «Т», вроде обычно это обозначают. То есть ты в ширину знаешь достаточно много всякого, но у тебя есть какая-то специфичная стезя, которая тебе больше нравится, и ты в ней специалист. Потому что, очевидно, сейчас нельзя знать все, и в языках программирования тоже нельзя знать все. Раньше, в 19-18 веке, ты мог с товарищами учеными по почте переписываться и за пару лет изучить всю математику, чтобы было до этого человечества. А сейчас ты начнешь и не закончишь никогда уже. То же самое с программированием. Там можно так залезть глубоко в такие теоретические вещи, что очень страшно, даже в языках программирования сами. Поэтому, да, стоит знать разное, но стоит иметь что-то любимое, в чем-то профессионал. И, собственно, этого ожидают работодатели, наверное, что ты, ну, даже если судить по вакансиям, что написано, вот желательно, чтобы вы знали вот это, вот это, вот это, но вот это вот вы знаете точно хорошо и глубоко. Но очевидно, что твой любимый язык программирования – это Python. Ну да, да, я бы сказал, что это так. Мне сейчас в последнее время очень нравится ГО еще такой, изменяю на стороне, программирую. Python до определенной степени он хорош во всем. Он, по крайней мере, хорош именно в своей кривой вхождении. Она достаточно такая приемлющая новых людей. Он симпатично очень выглядит. До того, чтобы начать что-то программировать, не нужно практически ничего там. Элементарная программа на Python – это там print, hello world, и все, понеслась. Для того, чтобы элементарную программу на C написать и объяснить студентам, то есть у меня есть опыт объяснения это студентное преподавание, я могу себе представить, почему сложно предупредить C, потому что ты пишешь какую-то элементарную программу на C, тот же самый hello world, там уже появляется какой-то int, какая-то функция main, надо вернуть ноль, а может быть и надо, тут какие-то аргументы уже, какой-то include чего-то, это уже включает то, что надо объяснить, что-то как происходит компиляция, что вот это за include, ну да что за H-файлы, что вообще происходит, чёрт-то деле здесь. В Go, ну он такой уже ближе к тому, что можно легко воспринимать, но он такой же C-подобный, и тебе нужно иметь какую-то историю программирования для того, чтобы понять. В Go сам по себе язык проектировался и создавался не для того, чтобы быть языком, которым учат людей, не было такой интенции. Вот в Python есть даже изменения какие-то в языке современные, есть, которые предполагают то, что на нём будешь обучать людей. Там есть внутри в сердцах какие-то вещи, которые специально оставлены, если почитать там переписку разработчиков языка, специально оставлены для того, чтобы можно было показывать в качестве студентам студентского материала. Вот смотрите, такой классный экспрессивный язык, могу вот на Литус генерировать класс, выполнить его, он будет работать, можно там объекты его получать, что-то с ними делать. Такое там есть. И мне нравится именно, ну как язык нравится именно за то, что на нём сложно писать плохо. То есть тебе сложно на Python писать программы, которые будут выглядеть так, что у тебя там кровь будет по экрану из глаз брызгать. Это достаточно проблематично. Хотя есть, конечно, личности, которые альтернативно одарённые, они справляются даже с этой сложной задачей. Сейчас Python, он особенно в тренде, можно сказать, потому что есть такие популярные сферы, да, индустрии, можно так сказать, области, Data Science и Machine Learning. Почему так сложилось, как ты считаешь, что эти области используют именно этот язык? Это действительно сейчас такая горячая тема в питаньячей среде. Я даже на курсе, у меня есть блок, маленький, правда, но что ж, вот такой достойное место занимает, маленькое достойное место, посвящённое Data Science. Я там, в том числе, даю какую-то мотивацию на тему того, почему вдруг мы тут изучаем Data Science, как его приложение, преломление в этом питаньячем мире. Ну, на мой взгляд, тут нет какого-то исторически задокументированных фактов на эту тему. На мой взгляд, получилось так, что все вдруг захотели в определённый момент какие-то аналитические продукты у себя, потому что прошёл тот этап в развитии большинства компаний, когда у них было, просто были какие-то данные сырые, и у них не было проблемы с ними что-то делать, у них была проблема в том, чтобы, не знаю, привлечь там 10 тысяч или 100 тысяч клиентов, продать как можно больше чего-либо. Потом, как бы, все эти пайплайны, бизнесы, технологические наладились, в компании появилось больше данных. И с ними надо что-то делать, потому что, оказывается, там можно что-то найти. И, собственно, вот эта задача анализа, она, как бы, не то чтобы появилась вместе с образованием каких-то новых айтишных структур. Она давно существовала. Если посмотреть какие-нибудь книжки старые со всеми алгоритмами, они уже применяются к продажам, там, ещё к чему-нибудь угодно. Вот, в компании эти данные появились, появилась необходимость в людях, которые с ними что-то делают. И появились вот эти первые датамайнеры, и вот эти айтишные специальности, вот даже, которые я тогда в своё время интересовался, там, очень старая у них, ну, ладно, не очень старая, а относительно старая кафедра, которой он датамайнером занимается. У них ещё символы бобёрка, потому что он ищет, не знаю, почему бобёрка, а, потому что у них трудяговых пониманий ищет, вот что-то раскапывает, что-то, какие-то зависимости в данных, подразумевается, что пока не имею. Появились необходимости таких специалистов. Ну, специалисты взялись, они взялись, откуда им взяться? Это же такая более-менее наукоёмкая вещь, соответственно, они идут из академии. Из академии они идут, что они в академии знают? Им нужно из академии прийти этим товарищам, взять вот эти данные, которые, говорит, лежат в этой инфраструктуре любой компании, и сварить какую-то аналитическую модель, предоставить какую-то бизнес-вэлью, какую-то ценность для компании. Для того, чтобы предоставить в античной инфраструктуре, её надо встроить туда. То есть, мало того, чтобы придумать какую-то модель, её нужно как-то донести до реальности, до боя, до какого-то. И тут возникают проблемы. И вот пришли эти академики. Они как бы умные ребята, но у них диапазон инструментов, которыми владеют, он такой, специфичный. Они знают MATLAB, они вот знают, не знаю, если они опять же из того MIT пришли, это MIT-шная школа, они схим знают. То есть, LISP, схим, что-нибудь такое, не знаю. Они могут, возможно, если повезёт, они могут знать что-то типа, и даже программировать что-то на плюсах, на Яве, на Си. Ну, это, наверное, более редкий случай. И тут возникает проблема в том, что весь этот инструментарий не очень подходит для айтишных компаний. То есть, если это молодые или не очень молодые компании, если это молодые, то у них большой такой фичер велосипедии, им надо быстрее какие-то тетрироваться, что-то придумывать, делать, делать, выкатывать. И никто из них не будет программировать на Си, на плюсах. Никто из них не программирует на MATLAB, потому что это абсурд. Никто из них не программирует на LISP и на схеме по той же причине. То есть, это такая... Не для этого созданные языки, скажем, малоподходячие. Естественно, нужно было какой-то common ground, какой-то общий знаменатель, относительно которого все могли работать. И тут были разные варианты, наверное. То есть, можно было... Такая точка бифуркации, можно было пойти куда угодно, но уже в Python сформировалось какое-то ядро вот этих вот научных инструментов. То есть, можно было... Уже был когда NumPy, SciPy, вот этот научный scientific Python, окружающий его. Уже MATLAB-клип появился, то есть, можно было графики какие-то строить. И вот минимальное какое-то ядро уже существовало. Достаточно оптимальное, с вычислительной точки зрения, с научной приемкой, ядро для программирования. И как раз вот в те годы Python зашел куда-то в академическую среду, потому что на нем было приятнее обучать студентов, чем на схеме или на ЛИСПе. Я вот, опять же, смотрел эти матичные курсы, там преподаватели говорили, что вот до этого мы изучали у студентов. ЛИСП рассказывали, но говорили, что это такое удовольствие. На Python им больше нравится, по крайней мере. И это ребята, которым там такие матерые преподаватели, им уже где-то, не знаю, 50-60 лет, они вот с удовольствием рассказывают студентам про Python. Ну и вот такое вот взаимодействие этих факторов. Вроде с Академией язык этот зашел, студенты вроде его знают, и какое-то ядро уже вычислитель наукоемкое тут есть, и потребность есть в том, чтобы какие-то продукты делать, вкупе с тем, что тогда уже было какое-то количество стартапов, которые на Python изначально начинали. Опять же, в силу его особенностей, потому что очень можно быстро программировать, можно выкатываться, итерироваться по фичам и так далее. Вот эти факторы вместе таким образом, на мой взгляд, соединились, что образовался тот бум его применения языка, который мы видим сейчас, именно бум применения в аналитике. Давайте там, появились все эти известные библиотеки, пандусы, не пандусы, там какие-нибудь серборны и тому подобное, с развитием, с последующей библиотеки, какие-то популярные сейчас, TensorFlow, Keras, которые, они все связаны с сетями, то есть с глубоким обучением, но это, опять же, они появились на Python, они так популярны там, уже как следствие того, что Python зашел в эту аналитическую сферу, на мой взгляд. То есть это уже неизбежно было, то, что они такие популярные инструменты именно в этой среде. Ну и вот мы теперь с этим живем, развиваемся, и все аналитики, которые приходят, ну даже к нам, компаниям, с которыми взаимодействуют, развиваются, то, что они будут знать вот Python, хотя бы что-то там напрограммировать, кроме того, что они могут красиво и формулы писать, и там графики строить на деске. Раз уж у тебя такое глубокое знание Python, да, и в принципе, как в истории, и, собственно, ты им пользуешься, я так полагаю, ежедневно, и преподаешь его. Ну, вопрос, как вообще, как изучать языки программирования, и, может быть, в частности, Python, вот какую-то оптимальную программу краткую, если ты можешь составить сейчас. Да, можно сейчас что-нибудь, всегда можно сюда приду, но это такой частый вопрос, на самом деле, даже от студентов, типа, вот я хочу поступить на ваш курс, но там не знаю Python, или там у меня очень маленький опыт, что мне поизучать, или хочу изучить что-нибудь там, ой, студент спрашивает, ой, вы знаете Go, а как мне изучить Go и тому подобное. Это стандартная такая история для тех, кто хочет ворваться в этот тренд. Тут всегда встает вопрос о каком-то изначальном опыте, что человек умеет, потому что, если мы говорим про человека, который до этого имеет слабое представление об IT, то есть он даже не на уровне джуниора, то это одна история. Если он уже программировал, если опыт промышленного программирования, то эта история другая. Если человек имеет опыт программирования, то, в общем, в целом, освоение ему какого-то нового инструмента, языка не составляет особенной, ну, при прочих, не составляет особенной сложностью, потому что этот человек, я подразумеваю, в моем мире, по крайней мере, человек, который уже понял, что все на свете одинаково. Это просто как бы за один вечер, ну, или за несколько вечеров, если там за уикенд берешь, открываешь, соответственно, документацию, смотришь синтаксис, примеры какие-то, возможно, хочешь какой-нибудь туториал, где там уже есть готовые грузки кода, ты их сам где-то у себя в IDI или какому-нибудь страничке, где уже есть готовые среда, вставляешь туда, что-нибудь там играешься, выполняешь какие-то задания, возможно, находишь какой-нибудь быстренький курс, где угодно, и стартуешь с этого. То есть, осваиваешь быстренько синтаксис за пару вечеров, а потом ты погружаешься в прекрасный мир либо создания своего собственного проекта, либо мир изучения каких-то внутренностей этого языка и каких-то особенностей, которые тебя интересуют, для того, чтобы ты мог этот язык применить у себя на работе, и опять же, на проект тебя интересует. Возможно, тебе нужно знать, сможешь ли выдержать ту или иную нагрузку, или можно ли организовать такое то-то или вот это вот, в зависимости от того, что ты всегда хотел, хотел применить этот инструмент. А если это история про то, что человек не имеет заранее обширного опыта программирования, то есть, возможно, университет закончил или сейчас учится в университете, то это скорее уже про то, чтобы действительно учиться, по-серьезному так относиться к этому. То есть, в зависимости от предпочитаемого стиля обучения можно либо вариант самостоятельно что-то выбрать, то есть, ну, это включает много гугла и как бы самодисциплину какую-то. Сначала гуглишь какие-то книжки, которые по этому языку и по этой тематике тебя интересуют, популярные, которые все точно читали. Потом ищешь какие-то советы, обычно даже есть какие-то советы о том, в каком порядке что изучать. Ищешь какие-то курсы, которые другие люди посоветовали, сказали, вот этот курс хороший и тому подобное. Это вариант для тех, кто хочет все самостоятельно делать. Есть вариант, когда ты понимаешь, что у тебя нет времени самостоятельно вот это агрегировать, фильтровать и прочим информационным, так сказать, поиском заниматься. Ты решаешь то, что хочешь найти уже кого-то и попросить помощи у кого-то, кто уже точно знает, как нужно. И в таком случае ты, раз приходишь к каким-то более, наверное, платным вещам, в той или иной степени платным вещам, курсам и тому подобное. Обычно эти курсы строятся, но если этот курс хороший, то он строится в таком полнообъемлющем режиме. То, что вы, опять же, если я говорю про джуниорные курсы, то это, вот сначала посмотрим на синтаксис, вот этот фундаментально составляющий языка, там такой ООП, вот здесь такая фундаментально составляющая языка, как вот взаимодействие с сетью или там с вводом-выводом. Вот здесь веб-программирование какое-то, как этот язык в вебе применяется. Вот это вот еще какое-то наиболее популярное применение этого языка, например, в случае Python, какой-то Data Science. Вот именно по шагам все это рассматривается, обязательно с какой-то практикой, с примерами актуальными, с актуальными примерами относительно того, как язык используется. То есть нет каких-то экзотических применений, которые ты потом нигде не встретишь, нет каких-то устаревших, не знаю, примеров кода или вызовов чего-то. Или если есть, то есть объяснение того, почему это здесь и почему это надо знать, какие-то старые варианты использования, чего-нибудь. То есть такая история тоже, ну это такая история для тех, кто хочет сэкономить свое время, силы и сразу получить, ну, более-менее гарантированно, получить какой-то практический результат. Смотри, сейчас, ну, собственно, это видео, очевидно, просто посмотрит какое-то количество моих подписчиков, которые заинтересованы в Python, поскольку я, вероятнее всего, вынесу это в название. И в случае того, если, например, ты как, ну, ведь согласись, что какая-то личная симпатия, может быть, там, преподаватель, он тоже имеет место быть. То есть тебе нравится, как написана одна книга, не нравится, как написана другая, тебе нравится, как ведет один преподаватель, не нравится, допустим, они там заинтересовались твоим курсом. И насколько я знаю, ну, собственно, это очевидно, да, у тебя есть курс. Ты над программой работал самостоятельно, или, и что она из себя представляет, эта программа? Особенность такая в том, что курс этот не для джуниоров, это курс для, точнее, это курс не от нуля до джуниора, а от джуниора до мидла. То есть это уже тот курс, который мне не хватало в свое время, когда я что-то такое подобное искал, когда уже набрал какой-то определенный опыт. Проблема в том, что когда ты добрался до какого-то начального уровня, вот от начального уровня переход в уровень мидл, когда ты уверенно себя чувствуешь, знаешь, какие-то внутренности языка, ну, это то, что обычно называют под мидл-программистом, это человек, который имеет достаточно широкий спектр знаний, и в основном инструменте он разбирается очень хорошо, знает, какие у него преимущества, недостатки, как он работает внутри, в какой случае нужно отказаться от этого инструмента, прийти к другому и так далее. То есть это профессионал, что он называет. Он, возможно, там мидл-программист еще не темлит, там никем не управляет, но вот в своей области технической он знает, вот от сих до сих знает, знает, что как делать, сколько времени займет гипотетически и тому подобное. Вот я пытался ставить программу такого курса, которого мне в свое время не хватало, с теми граблями, с теми особенностями, которые хотелось бы, чтобы кто-то мне рассказал до этого. Программу поэтому неизбежно пришлось ее составлять самостоятельно, потому что я аналогов засвоил достаточно широкую практику нахождения, изучения каких-то курсов, я аналогов не нашел, даже вот когда в свое время появились всякие курсеры и тому подобное. Там были курсы, естественно, по языкам программирования, но все они были базовыми. Либо были курсы, ну я смотрел даже тогда в свое время открытые курсы и школы анализированных Яндекса, и компьютер-сайенс-клаба в Петербурге, там были питающие курсы, но там были местами, в зависимости от компьютер-сайенс-клаба в Питере, были какие-то вкрапления, ну таких адванс, то есть сложных более-менее тематикой и применения языка. Но в общем целом тоже был базовый для того, чтобы там слушатели курса могли что-то там запрограммировать, возможно, не самое сложное на свете. Это было все далеко от промышленного программирования, по большому счету, потому что, ну там, какие-то маленькие кусочки кода без каких-либо, без связи какой-то с реальностью, с реальным эскейсом, очень редко что-то было связано, то есть не то, что, ой, вот я решал такую задачу, вот отсюда взял кусок кода и на самом деле это какая-то большая, вот часть какой-то большой картины. Нет, это вот переменные А, Б, там классы типа животное, собака, крокодил и тому подобное, что достаточно, понятно, что программирование предлагает уровень, предполагает уровень абстракции, но как бы на какой-то степени, в какой-то момент тебе надоедают предложенные уровни. Соответственно, на этой программе пришлось придумать что-то свое, естественно, и естественно, тут дело в том, что не получается, ну, нельзя просто из головы что-то придумать, абсолютно что-то новое, ты берешь и компилируешь какие-то вещи из своего опыта, либо из опыта коллег, ты до этого читал по литературу, и вот эти самые вкрапления приносишь себе и концентрируешь себе, загребаешь их себе в программу. Поэтому у меня такая программа и получилась, она состоит из нескольких частей. Первая, она как бы вводная, чтобы всех привести до какого-то нового уровня, нового понимания о том, что я подразумеваю, что мы дальше будем изучать, в каком стиле это будет проходить. Поэтому первая часть курса, ну, она называется Advanced Basic, мы изучаем фундаментальные составляющие языка, вот какое-то итерирование, вообще протоколы, которые внутри языка есть, вот ООП, вот внутренности языка обязательно, как внутри работает, как влияет на то, как мы пишем программы, как мы будем их писать и в будущем, и почему мы делаем это так или иначе. Вот часть про ООП, вот часть про применение всего этого с точки зрения автоматизации какой-то инфраструктуры. После этого, после первого блока, там со всеми домашними заданиями и приключениями, мы медленно заходим в одно из самых популярных применений языка, это в историю с вебом. Ну, у нас везде сейчас 21 век, всего есть мобильное приложение или сайт, даже у каждого утюга. Поэтому нужно обязательно понять, как эта история преломляется в веб-разработке. Вот мы смотрим на веб-разработку в целом, на этот мир, то есть какие-то истинологические особенности, и как тут Python заходит, с какой стороны. И неизбежно говорим про Django, потому что это самый такой фундаментальный фреймворк, которым обмазано все вокруг, ну, если зайти на сайт с вакансиями, там везде будет Django или еще что-нибудь. После этого, ну, не самый плавный переход, но неизбежный, мы переходим в модуль, посвященный, маленький модуль, я уже сказал, посвященный Data Science, ну, он называется Data Science, на самом деле я подозревал как Data Engineering. То есть мы изучаем инструменты Data Engineering. Это товарищи, которые непосредственно занимаются какой-то математической составляющей, а скорее предоставляют инфраструктурную составляющую для ресерчеров. Есть даже вот в компании Netflix отдельные, ну, я просто примеры часто привожу, отдельные специальности. Есть Machine Learning Researcher и Machine Learning Engineer. То есть это разные ребята. Machine Learning Researcher – это вот такие вот бородатые академики, они подходят к доске, там маркерами на флипчарты, чего интересуют, какие-то алгоритмы, выбирают гиперпараметры для моделей, обучают их и так далее. А Machine Learning Engineer и Data Engineer, то, что сейчас чаще называется, это уже товарищи, которые знают, что данные лежат здесь, у нас вот такие вот, в инженерном стеке у нас такие-то технологии, данные вот этим ресерчерам нужны в таком-то виде, я должен забрать их отсюда и наладить какой-то pipeline, то есть процесс, последовательный процесс обработки, трансформации, фильтрации и приведения в божеский вид данных, положить их там-то, делать так, чтобы процесс был воспроизводимым, надежным и так далее, обвести его мониторингом и всем остальным. Мы вот в этом блоке смотрим на инструменты, питаньячие инструменты, которые все эти ребята используют. Ну, так получается, что используются Data Engineer и Data Science непосредственно, то есть мы смотрим на NumPy, и Pandas, и как они встраиваются, вот это вот, и одно заодно обсуждаем вот эту вот Machine Learning инфраструктуру, pipeline, как они могут выглядеть. Дальше, после этого мы переходим в финальный блок, это, конечно, такой, то, чего не хватает многим курсам, это высоконагруженное всякое программирование, что обычно называется high-performance программинг, у нас почему-то называется long-high load, которое больше нигде за рубежом не применяется. И тут мы смотрим, что вот, Python, да, действительно, по идее предназначает, что основной поинт языка, потому что можно быстро что-то напрограммировать, но иногда можно напрограммировать так, чтобы это еще и быстро работало. И мы смотрим, как подходить к этой проблеме. Вот можно так, можно много поточно, можно много процессов, можно асинхронщину запустить, это как раз вот эта самая тема, популярная сейчас в Python и Async.io, либо переписать какие-то части на C кусочки, но все равно оставаться в мире Python, либо последняя часть, это у меня такое экспериментальное, мы смотрим на тот момент, когда имеет смысл отказаться от Python, как от языка, инструмента, и попробовать взять альтернативу, это Go. И вот у нас есть одно даже занятие, где мы обсуждаем Go, такой короткий тур по языку и даже домашнее задание обязательно, чтобы всегда был путь отхода, а то иногда люди замыкаются в рамках одного инструмента и как бы если у тебя в руках молоток, то все равно гвозди, это не очень хорошая история. Сейчас ты работаешь в Mail.ru, правильно? Да, все верно. Над каким проектом ты работаешь? В Google, например, есть список разрешенных языков программирования. Есть ли такой список в Mail.ru? Чаще всего получается, что решает каждый сам за себя. Ты преподавал в одном из лучших технических университетов России и в Baumanco, известной от народа. Сейчас ты преподаешь на онлайн-курсах. Дает ли Baumanco что-то такое, чего нельзя взять на онлайн-курсах, как ты считаешь? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok